Венесуэла предлагает странам, не входящим в ОПЕК, участвовать в июньской встрече в качестве наблюдателей. Не менее трех лет потребуется экономике Канады для восстановления после нефтяного шока. Чистая прибыль компании «Американ Экспресс» снизилась на 6,5%. А теперь подробности. Венесуэла предлагает странам, не входящим в ОПЕК, участвовать в июньской встрече в качестве наблюдателей. По сообщению агентства «Рейтер», об этом заявил министр нефти страны Улохио Дель Пино. Он полагает, что переговоры о заморозке нефти следует продолжить. В противном случае может произойти обвал нефтяных котировок, так как нефтехранилища в мире практически заполнены. Садиться за стол переговоров при цене 43 доллара за баррель и при цене 30 долларов за баррель совсем не то же самое, сказал Улохио Дель Пино. Соглашение о заморозке добычи нефти на уровне январского объема позволило бы сократить разрыв между спросом и предложением на мировом рынке нефти на миллион баррелей в сутки. Однако позиция Саудовской Аравии не позволила достичь соответствующей договоренности между крупнейшими нефтедобывающими странами. Для восстановления экономики Канады после нефтяного шока потребуется не менее трех лет. Об этом заявил глава Центрального банка страны Стивен Полос. Как известно, Банк Канады в 2015 году дважды снизил процентную ставку на фоне падения цен на нефть. Страна является крупным сырьевым экспортером. Проблемы на мировом рынке нефти оказали негативное влияние на состояние ее экономики. Ситуация в нефтедобывающей отрасли не способствует росту объема инвестиций для расширения производства. По словам Полоза, для этого потребуется более длительный период. Нефтяные компании должны убедиться в восстановлении канадской экономики, после чего можно ожидать постепенного роста объема инвестиций в развитии отрасли. Потребительский климат в 28 странах Евросоюза за период с декабря по март снизился на 3,2 пункта. До 9 пунктов свидетельствуют результаты исследования потребительских настроений в Европе в первом квартале. Европейские потребители опасаются замедления экономического роста на фоне миграционного кризиса из-за войны в Сирии, угроз терроризма и возможного выхода Великобритании из состава ЕС. На настроениях потребителей во Франции и Великобритании также сказываются внутриполитические факторы. В Германии отмечается стагнация потребительских настроений, несмотря на позитивную экономическую динамику в стране. Исследование показало, что немцы по-прежнему ожидают значительного роста зарплат в 2016 году, и их готовность к покупкам остается на очень высоком уровне. Чистая прибыль компании American Express в первом квартале снизилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,4 млрд долларов. В расчете на одну акцию – 1,45 млрд долларов. В пресс-релизе компании отмечается, что причиной снижения прибыли стал рост расходов на привлечение новых клиентов. Объем выручки вырос на 1,7%, что почти совпало с прогнозом аналитиков. Расходы компании увеличились на 4,9%. Количество карт American Express в первом квартале выросло на 3,1 млн. Стоимость акции лидера американского рынка пластиковых карт с начала этого года снизилась на 7%. Валютный рынок демонстрирует заметную динамику с начала весны. Напомним, что в нашей передаче от 24 марта вице-президент Ассоциации региональных банков России, председатель наблюдательного совета компании MaxiMarkets Ян Арт, предположил подъем европейских и американских биржевых индексов. Так и произошло. Сегодня Ян Арт излагает свой взгляд на дальнейшее развитие событий на рынке. Как аналитик я полностью удовлетворен тем, что мой прошлый прогноз, высказанный в предыдущем комментарии, полностью оправдался. Во-первых, индексы действительно стали интересным инструментом за минувший месяц-полтора и довольно серьезно поднялись. Я тогда предлагал играть на повышение. Во-вторых, действительно катавасия вокруг нефти, все сюжеты, которые по нефтяной теме складываются, они существенно влияют на рынок и дают возможность трейдерам прилично заработать на как отскоках цены, так и на повышении. Лично я, к сожалению, вот в этой ситуации с нефтью почти не работал, но на индексах получил неплохую прибыль за март и апрель. Что ожидаю дальше? Во-первых, я думаю, что по-прежнему у европейских биржевых индексов сохраняется очень высокий потенциал. И в ближайшие месяцы я намерен аккуратно, с определенными оглядками, но торговать на повышение, на покупку. Во-вторых, мне кажется, что в ближайшие месяцы очень интересный и волатильный инструмент станет золото. И возможны колебания его цены от 1260 долларов за унцию до 1200 долларов за унцию. Я думаю, что в этом диапазоне золото будет в ближайшее время ходить достаточно резво и создаст трейдерам дополнительные возможности для заработка. Что касается валютных пар, то лично я сейчас предпочитаю переждать, поскольку видно, что идет валютная война. И фундаментального анализа ориентированности скорее не хватает для принятия каких-то решений. Тех же, кто ориентируется на прогнозы и на анализ технический, наверное, у них все-таки ситуация с валютными парами создает возможности для приличного заработка. Большое спасибо за комментарии. Это был Ян Арт, вице-президент Ассоциации региональных банков России и председатель наблюдательного совета компании Максимаркетс. Первое. Форекс-телевидение. С 9 утра. В прямом эфире. Новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максимаркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Продолжение следует... Продолжение следует...